МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выставки, концерты, гастроли, литературные вечера и спектакли. Об этом мы будем рассказывать вам каждый месяц в нашей новой программе Культпоход. Все, что происходит на творческих площадках Сарова для всех тех, кому интересна культурная жизнь родного города. Смотрите сегодня в выпуске. Анна Каренина на сцене Саровского драматического театра. Вечер современной поэзии в библиотеке Маяковского. Большое осеннее открытие в художественной галерее. В прошлом году творческий проект «Десять песен атомных городов» объединил более 400 людей из городов в присутствии госкорпорации «Росатом». Итогом работы солистов и музыкальных коллективов под руководством известного российского продюсера Тимура Ведерникова стало 10 видеоклипов, которые покорили всю страну. В этом году финальным пунктом в гастрольном графике команды Тимура Ведерникова стал наш город. Идея проекта «Десять песен атомных городов» проста. Небольшая команда ездит по стране с мобильным комплектом звукозаписывающего и съемочного оборудования. Находит талантливых и интересных музыкантов и записывает их. Таким образом собирается необычная аранжировка из звуков и голосов исполнителей с разных уголков страны. В новом сезоне география участников значительно расширилась. Организаторы проекта уже посетили 20 городов и, наконец, добрались до Сарова. Три месяца плодотворной работы без выходных ради того, чтобы жители нашей страны смогли увидеть 10 новых уникальных клипов, но уже известные и любимые многими песни. За это время создатели проекта успели не только отобрать участников и снять видеоматериал, но и устроить в рамках проекта десяток концертов. Что новое, кстати, в этом году, это у нас появилась история, опробованная, кстати, в городе Саров. Это мы сделали живую версию нашего проекта. В прошлом году уровень исполнителей был настолько высок, что в этот раз было сложно отобрать участников. Но все-таки новых интересных музыкантов зритель увидит. Первый клип появится в сети уже в декабре. Анна Каренина на сцене Саровского драматического театра. Народные артисты Людмила Чурсина и Евгений Князев представили Саровскому зрителю неожиданную трактовку известного романа Льва Николаевича Толстого. В этом спектакле нет ярких эффектов, костюмов и декораций. Это постановка для тех, кому интересен внутренний мир и характер героев. Все заметили, что ты вела и держала себя не совсем так, как можно было ожидать. На сцене два персонажа – он и она. В центре внимания семья Карениных и их взаимоотношения. Людмила Чурсина и Евгений Князев представили на сцене тонкую историю о непростых отношениях супругов Анны и Алексея Александровича. Специфика спектакля не дает полной артистической свободы. В распоряжении актеров лишь голос, мимика и жесты. Но и этого достаточно, чтобы заворожить зал. Это тоже какая-то идет живая очень жизнь и текста, ну, хотелось бы так надеяться, и текста, и отношений, которые развиваются с надеждой, потом вдруг рухаются, потом опять какая-то надежда. Этот спектакль появился более 20 лет назад, и Людмила Чурсина играет в нем с его первой постановки. Сначала ее партнером был и Зильзо Блудовский, теперь роль Алексея Каренина играет Евгений Князев. И по мнению Людмилы Чурсина, это два разных Каренина, и они по-разному относятся к главной героине. Естественно, я ее защищала и защищаю. Но те, кто видел, и с Зильзо Харычем, и с Евгением Владимировичем, говорят, что Евгений Владимирович, в общем-то, выигрывает на фоне Анны в данной ситуации. Партнерство мэтров современного театра приковывает взгляд и слух. Им хватает нескольких секунд, чтобы погрузить зрителей в мир романа Льва Толстого и в жизнь семьи Карениных. Спектакль дает возможность изнутри почувствовать необыкновенный язык классика и иначе взглянуть на семейные отношения известной литературной пары. Народный артист России, актер театра имени Вахтангова, ректор театрального института имени Щукина Евгений Князев дал большое интервью нашему каналу. Каждый человек рождается жаждой творчества. Но это не значит, что у каждого человека есть талант к драматическому искусству. Он не умеет танцевать, он не умеет петь, он не умеет рисовать. А жажда творчества есть куда идти. Драматическое искусство там можно без того, без другого, без третьего обойтись. Нет. В нашем деле тоже нужен определенный талант. Каждый идет своим путем, каждый открывает свою дверь. И каждый в своей двери чего-то добивается. Очень многие артисты, состоявшись в каких-то городах, я это тоже знаю, это очень серьезная проблема, бросают свои театры, где они уже стали кем-то, завоевали положение в театре. Думают, ну, вот видишь, у меня положение же здесь в этом театре. Если я сейчас пойду в Москву покорять, и где в основном работают, в массовках, в сериалах снимаются. Хочешь ты заниматься профессией, занимайся. А чем театр здесь, в Сарове, хуже, чем театр там какой-нибудь на Юго-Западе в Москве или театр на Перловской в Москве? Чем этот театр хуже? Это искусство или ремесло? Этот вопрос задавал еще Островский и никак не мог его определить, что же такое театр искусства или ремесло. Учим мы их ремесленническим навыкам. Они должны научиться говорить, двигаться, петь, кричать, кувыркаться, бить степ. В общем, мы учим их ремесленническим местам. А сумеют ли они, научившись вот этим ремесленническим местам в спектаклях, соединившись в компанию с режиссером, сумеет ли он сделать спектакль, который станет событием, который будет воздействовать на человека, это вещь сложная. Ты сыграл сегодня, произошло это искусство на сегодняшний день или нет, неизвестно. Для зрителя, может быть, произошло, но это уже и ушло. Оно сохраняется только в душе и в памяти зрителя. Что это такое? Чем мы занимаемся? Какой эфемерностью мы занимаемся? И стремимся, и хотим это делать. Все уже от нас зависит. Хотим мы комедию ставить, номер 13, чтобы только зрители посмеялись? Хотим ли мы там раздеваться и матом ругаться со сцены? Или мы хотим сказать что-то такое особенное зрителям, что и нам будет не стыдно пытаться хотеть сказать об этом, и зрителям не будет хотеться это послушать? Давайте вспомним, стало банальностью, но давайте вспомним слова, которые говорил о театре Николай Васильевич Гоголь. Театр – это кафедра, с которой можно сказать миру много добра. Вот хотелось бы, чтобы театр каким был. А каким он будет? Ну, это от нас зависит, как вот мы сидим здесь. Ах, нам нужно заработать денег, а давайте мы поставим просто комедию. А давайте все-таки попробуем поставить хороший спектакль. А если это будет хороший спектакль, то люди будут ходить и на серьезные постановки, и не только на комедии. Я в этом абсолютно убежден. В сентябре в Саровском драматическом театре стартовал 70-й юбилейный сезон. В честь этого знакового события молодые актеры решили организовать необычный проект под названием «Везде театр». Его идейный вдохновитель Евгений Цапаев убежден, что театр универсален, и в импровизированную сцену можно превратить практически любую площадку города. Буквально несколько минут назад городской музей покинула очередная экскурсионная группа. Выставочные залы опустили, и у артистов Саровского драматического театра есть время исследовать пространство. Первым показом проекта «Везде театр» станет эскиз спектакля по пьесе Иванова-Рыпаева «Уфо». Мы хотим расширить рамки и границы театра в городе, буквально выйти за формат сценического пространства и предложить совершенно иную форму общения со зрителями. Та самая иная форма общения со зрителем будет решена с помощью нетипичных театральных приемов. Сцена зала городского музея, зритель будет путешествовать по ним вместе с героями пьесы. Автор проехал полмира, от США до Австралии. Он нашел и записал истории реальных людей, имевших контакт с НЛО. Участники проекта стараются не раскрывать тонкости подготовки и содержания постановки. Даже на съемках тизера минимум информации ясно одно – речь пойдет об НЛО. Зрителям расскажут несколько историй о людях, вступивших в контакт с внеземными цивилизациями. Это новая форма, которую не привык видеть саровский зритель. Это близкий контакт с зрителем, очень близкий. То есть он видит все твои эмоции вот здесь и сейчас. Автор идеи Евгений Цапаев отобрал для проекта «Везде театр» три пьесы современных драматургов и решил, что персонажи Ивана Ворыпаева отлично впишутся в интерьер выставочных залов городского музея. Форматы места показа следующих эскизов держатся в секрете. Театр – это не место. Театр – это искусство, это девиз нашего проекта. Мы хотим показать и доказать не только себе, но и зрителям, что театр может быть абсолютно универсальным и не иметь никаких рамок. Пейзажи и натюрморты похожи и на трехмерный мир. В Доме ученых начался новый творческий сезон и открылся он выставкой «Три измерения». Авторами работ стала семья пензенских живописцев. В экспозиции несколько десятков картин, завораживающих своей оригинальностью и нетипичностью. Перед глазами зрителей предстает негладкая поверхность холста. Здания и предметы на некоторых полотнах как будто хотят выйти за пределы рам. Рельефные элементы отбрасывают тени и словно становятся декорациями какого-то спектакля. Большинство картин Вячеслава Варнашова выполнено в необычной технике масляной живописи объемной. Видимо, он посчитал, что цвет выражает малые эмоции. То, что еще нужно подключить объем, играет освещение на работах. Работы Вячеслава Варнашова отличаются нестандартным подходом к изображению натюрмортов и пейзажей. Каждая картина мастера – это и волшебная иллюзия, и реальность одновременно. В работах сочетаются мечты и впечатления, поэзия и проза повседневной жизни. Но это искренние эмоции. И каждый, глядя на эти работы, воспринимает их по-своему. Тут действительно есть над чем подумать. Георгий Варнашов пока в начале творческого пути, но готов к экспериментам. Он помнит совет отца по возможности уходить от классической школы, творить и искать свой стиль. Этой идеей придерживается Ирина. Врач-психиатр по образованию, она оставила профессию ради творчества и теперь рисует картины и создает платье в стиле Нуна Фелтинг. Она не шьется. Здесь нет никаких швов. Это цельноваляльное изделие, которое готовится по определенной фигуре, по определенному шаблону. Тонкие и мягкие платья делаются из шерсти с добавлением маргелландского шелка. Натуральная одежда приобретает незаурядные свойства. В ней не жарко летом и не холодно зимой. Окрашиваются готовые изделия природными красителями. Ирина использует листья деревьев и различные травы. Это еще память такая о конкретном дне, о конкретном лете. То есть изделия уникальные. Этого не будет больше ни у кого никогда. Полюбоваться пейзажами и натюрмортами, рассмотреть картины, выполненные в новаторском стиле объемной живописи и оценить творчество пензенских художников можно в Доме ученых. Произведение 20-го начала 21-го века. В библиотеке имени Маяковского прошел вечер современной поэзии. Зрители могли услышать новые стихотворения и произведения уже известных авторов. В формате открытого микрофона каждый желающий мог прочитать отрывок из творчества любимого современного поэта. Современная поэзия. Это понятие должно не просто напоминать читателю о периоде написания стихотворения, но и отвечать требованиям сегодняшнего дня. Идти в ногу со временем и быть интересным современному поколению. Необычные приемы, актуальные темы, узнаваемый авторский стиль. Участники вечера современной поэзии про стихи прочитали зрителям любимые произведения авторов 20-21 века. Мы в течение года опять же ко всем датам готовимся. У нас и военные, и патриотика, и, скажем так, Пушкинский день, и другие писатели-поэты. А современные у нас как-то не охвачены. Многие молодежь хотят все-таки что-то поближе к себе по возрасту, по датам читать. Чтение в формате открытого микрофона проходит в библиотеке имени Маяковского регулярно. Одни посвящают классики, другие рассчитаны на современного читателя. Стихотворения известных и не очень поэтов читали воспитанники детских литературных объединений, театральных студий, профессиональные актеры и авторы собственных поэтических произведений. Горсть облаков – мой утренний улов. Они скользят, не ощущают веса. Лучшие произведения мировой оперы – опереты на итальянском, французском, английском и других языках. Молодой московский коллектив оперы «Прима» выступил в Центре культуры и досуга в НЕВ. Мецца, сопрано, колоратурные и лирическая сопрано, солистки оперы «Прима» стараются охватить всю палитру нот – от низких до самых высоких. Опера «Прима» – это коллектив солисток оперных театров из Москвы. Он существует не так давно, но уже покорил сердца тысяч ценителей оперного искусства по всей стране. Участницы подобраны так, что их голоса могут охватить всю существующую музыкальную палитру нот. «Карина» – это низкий женский голос, редкий, мецца, сопрано. «Вика», например, у нас наоборот, колоратурная сопрано. То есть это разные арии – «Кармен», «Царица ночи», это уникальные голоса, лирическая сопрано, лирико-клоратурная, лирическая. И вот мы разделяемся и по репертуару, и по возможностям, и стараемся охватить всю палитру нот – от низких до самых высоких. В репертуаре коллектива – лучшие произведения мировой оперы и опереты, исполняемые на русском, итальянском, немецком и других языках. Баланс между графикой и скульптурой. В художественной галерее открылась персональная выставка «Равновесие» заслуженного художника России Олега Закоморного. Портрет, анималистика, жанровая и фантазийная композиция. Автор представил зрителям весь спектр своего творчества – от рисунка до монументальной скульптуры. «Луна и совята», «Лосенок», «Портрет Софии». Работа Олега Закоморного так и приковывает взгляды ценителей искусства. Художник работает сразу в двух направлениях – скульптура и графика. «Равновесие между двумя этими искусствами дает мне какое-то соревнование между ними. Либо, наоборот, я дополняю одно другим то, чего мне не удается сделать в скульптуре, я пытаюсь сказать в графике и наоборот». Олег занимается искусством всю жизнь. В выборе любимого дела, которое с годами переросло в профессию, ему помогли родители. Олег окончил Московскую среднюю художественную школу, затем институт имени Сурикова. Как признается сам художник, на создание работы его вдохновляет сама жизнь. Но главной музы остаётся супруга Ирина. «Одним словом, это тыл. Такой тыл. Очень надёжный, очень прекрасный. Она всё меня направляет. Ну, это первые мы зрители. Я, конечно, привык ей во всём доверять». Детские образы, обнажённые натуры. В экспозиции выставки представлены десятки работ. Но большая часть из них посвящены животным и природе. Одна из центральных скульптур – орлиное гнездо. На создание скал, облаков и семейства птиц у художника ушёл не один месяц. «Вначале необходимо было слепить эту скульптуру из пластилина. Ну, то есть это мягкий материал, либо глина, либо пластилин. А потом из фрагментов, из частей всё это формуется. Такие формы. В них заливается воск литейный. Разнимаются эти формы. Всё это также кусками отливается. И при помощи сварки соединяется, собирается». Персональные выставки скульптуры и графики Олега Закоморного проходят во многих городах России – в европейской части, на Волге, на Урале и в Сибири. Значительное количество произведений находится в собраниях государственных и областных художественных музеев нашей страны. «Скульптура Олега Закоморного – это высокий вкус, это узнаваемый стиль. И впервые мы видим работы, которых не видели раньше, которые выполнены в плоском рельефе с кружевными тенями. Это просто потрясающе». Увидеть необычные скульптуры и насладиться графическими работами приглашают всех желающих. Выставка продлится до конца ноября. И в завершении выпуска наша рубрика «Афиша». О самых ярких культурных событиях ноября в нашем городе расскажет Елена Грицкова. Ноябрь в Доме ученых будет насыщен музыкальными программами. 2 ноября зрители приглашают на концерт эстрадно-джазовой музыки «Серенада Бархатного вечера». Солисты оркестра Олега Лундстрома исполнят ретро-хиты известных исполнителей 20 века. А 17 ноября трио «Кон-аниме» из Москвы представит любителям инструментальной музыки программу «Музыкальная мозаика». 18 ноября в рамках проекта «Филармония для детей» трио выступит для юных зрителей. Традиционно в ноябре Дом ученых открывает двери для любителей авторской песни. 24 ноября состоится отчетный концерт городского клуба самодеятельной песни «Поиск». В фойе первого этажа будет открыта новая выставка картин. 2 ноября художник из Пензы Любовь Чуракова представит Саровчанам экспозицию живописи и графики «Дыхание осени нам шлет улыбку лета». Ноябрьский репертуар Саровского драматического театра удивит даже самых воскушенных зрителей. С гастролями наш город посетит джазовый оркестр Глена Миллера. Легендарные хиты и песни из репертуара Луи Армстронга Фрэнка Синатра, Элвиса Пресли и Эллы Фитт-Жеральд знаменитый биг-бенд представит Саровчанам 6 ноября. А 7 ноября жители города ждут обжигающие ритмы, завораживающий бой барабанов, впечатляющая сценография. Все это захватывающее аргентинское танцевальное шоу с программой «Чистая кровь». Также поклонники смогут насладиться игрой любимых саровских артистов «Водевиле так не бывает», комедии «Сумасшедшая квартирка» и спектакли «Полемики человек» по мотивам произведений Максима Горького. Любители акустической «Мистик-готики» приглашают 13 ноября библиотеку имени Маяковского на концерт Алексея Индрикова в «Заповедный лес». Слушайте хорошую музыку, чаще ходите в театр, на концерты и на выставки. Одним словом, проводите время культурно. А с вами была программа «Культ поход». До встречи в ноябре.